и снова здравствуйте с вами лилия дроздова и сегодня я продолжаю тему вот этой интересной ткани под названием вангок конечно же я не могла купить только полметра на одну мачку я купила целых три метра из остатка как вы думаете что я сшила что я сшила юбку брюки а может быть платье и конечно же так как я очень люблю брюки я сшила себе еще одни брюки палатра это можно назвать юбка брюки или брюки палатра или широкие брюки как угодно и сегодня я с удовольствием продемонстрирую то что у меня получилось и покажу несколько образов и если вам интересно какие это брюки не переключайтесь желаю вам приятного просмотра и конечно же я вам продемонстрирую в целом костюм мачку я вам показывала в прошлом видео а сегодня брючки напомню что костюм выполнен из вискозного шелка костюм получился очень легкий летящий яркий как говорится нечего добавить можно только менять обувь и аксессуары и верхним слоем как и задумывалось я планирую носить с жакетом от моего синего брючного костюма и по моему классно смотрится с моей джинсовой косухой а также в качестве эксперимента я решила примерить с моей туникой из шелкового батиста по-моему тоже имеет место быть как вы думаете и еще одна маленькая вещица которую в прошлом видео я использовала как шарфик бант и галстук она также может служить и широким поясом и давайте рассмотрим брючки поближе и так спереди у нас встречная складка вот она зашита на примерно сантиметров 15 от линии талии и соответственно вот расходятся брючины то есть складки примерно по 5 сантиметров далее боковом шве карманчик закрепочки у нас есть вытачки несмотря на то что мы сделали раскрешение за счет вытачки но часть вытачки все равно осталось и такая же встречная складка сзади то есть все такие сомнительные места где могут появляться какие-то складки и заломы они прикрыты вот этой банковой встречной складочкой и сейчас покажу момент вот здесь в боковом шве карман и здесь же у нас потайная молния вот так открывается молния и частично она заходит на карман и дальше это все продолжается во французский шов все внутренние швы выполнены французским швом вот так зовут ужин и встречные складочки мешковины кармана со сгибом тоже обработана французским швом брючки без пояса на обтачки обтачка обработана без оверлака низ брючек под подогнут подгибочкой с закрытым срезом также имеются шлевки под два размера ремня под узкий и под широкий и как это все устроено я покажу вам в отдельных мастер-классах как построить выкройку маечки обработать все технологические узлы вы можете посмотреть в отдельном видео ссылку я оставлю в описании а сегодня мы с вами построим выкройку и смоделирую юбки палаца или юбку брюки как вам больше нравится называть для этого нам понадобятся следующие мерки полуобхват талии полуобхват бедер высота сидения и длина самих брючек в моем случае полуобхват талии 39 сантиметров полуобхват бедер с учетом выпуклости живота 50 сантиметров высота сидения вы можете измерить присев на стул по линии бока от талии до стула либо взять одну четвертую от обхвата бедер у меня получается 25 сантиметров и длина моих брючек будет 100 сантиметров я возьму небольшую свободу и прибавлю два сантиметра к полуобхвату бедер по линии талии прибавлять ничего не буду так как брюки будут на обтачке и начинаем построение проводим вертикальную линию и проводим горизонтальную линию и в обе стороны откладываем половину от полуобхвата бедер с прибавкой у меня получается 26 сантиметров и проводим вертикальные линии вот это получается линия бока по линии бока сразу откладываем длину брючек в моем случае это 100 и я сразу обозначу длину моих брючек теперь откладываем по линии бока высоту сидения 25 сантиметров и для того чтобы в брюках нам было комфортно находиться брюки легкие свободные летящие я сделаю прибавку к высоте сидения ну можно сделать 2-3 сантиметра соответственно проведу линию сидения с учетом прибавки далее вот это будет у нас передняя половинка это задняя половинка теперь нам нужно построить соответственно клин и линию шага передний клин рассчитывается по формуле как одна десятая от полу от полуобхвата бедер у меня полуобхват бедер 50 соответственно одна десятая будет 5 сантиметров откладываю 5 сантиметров и провожу вертикальную линию задний клин рассчитывается как одна пятая от полуобхвата бедер получается 10 сантиметров и на свободу шага я прибавлю 2 сантиметра то есть я возьму 12 сантиметров и проведу вертикальную линию далее нам нужно построить вытачки для того чтобы построить вытачки нужно найти сумму вытачек в моем случае сумма вытачек на полуобхват с учетом прибавки составляет 13 сантиметров строим заднюю вытачку делим задняя заднюю половинку пополам проводим вертикальную линию откладываем вниз сантиметров 13-14 зависимости от вашего роста длина задней вытачки может быть от 13 до 17 сантиметров я откладываю среднюю длину 14 сантиметров и заднюю вытачку возьму 4 сантиметра далее переднюю вытачку строим переднюю вытачку по центру половинки никогда не делаю делаю всегда ближе где-то на одну треть соответственно отмечаем одну треть в длину передняя вытачка составляет от 7 до 11 сантиметров я беру 9 и возьму переднюю вытачку 2 сантиметра соответственно если у нас задняя вытачка 4 передняя 2 от 13 отнимаем и получаем что у нас 7 сантиметров остается на боковую вытачку поэтому можно отложить по три с половиной сантиметра равномерно и вывести плавную линию бока вот таким образом можно конечно предварительно провести еще линию бедра разделив на три части высоту сидения вот это будет у нас линия бедра и соответственно боковую вытачку рисую до линии бедра и еще одно уточнение нужно сразу внести зависимости от вашей фигуры если у вас спереди идет небольшое занижение линии талии то нужно опустить и соответственно нужно поднять на 1 2 3 сантиметра то есть от 1 до 3 в зависимости от выпуклости ваших ягодиц я подниму на 3 сантиметра лучше потом обрезать и вот эту линию нам нужно выровнять то есть вот здесь начинаем под прямым углом и дальше уходим плавной линии в боковой шов аналогично по переду начинаем под прямым углом и дальше уже уходим боковой шов при этом продолжаем вытачки и корректируем длину вытачек то есть чтобы у нас длина вытачки по правой и левой стороне была одинаковая и то же самое по передней половинке вот здесь вот корректируем высоту вытачек теперь нам нужно прорисовать линию сидения соответственно делаем бисектрису отмечаем примерно 3 сантиметра и соединяем от линии бедра плавной линией это будет линия банка по передней половинке по задней половинке тоже делаем бисектрису и буквально два сантиметра делаем вот такой вот более серьезный прогиб так как у нас нет здесь наклона потому что мы планируем делать складки то соответственно прогиб вот этот должен быть очень крутой в некоторых случаях даже понадобится сделать вот таким образом углубление под ягодицы в зависимости от формы ваших ягодиц такое тоже допускается итак мы построили основу брючек и сейчас мы смоделируем юбку брюки или палаццо который я вам показывала на обзоре и для того чтобы смоделировать я вырезала переднюю и заднюю половинку наших будущих брюк нам нужно смоделировать бантовую складку встречную складку и сделать расклешение от вытачки поэтому мы отрезаем по линии середины переда и соответственно проводим линию от вытачки и разрезаем по линии вытачки дальше берем лист бумаги и проводим на нем горизонтальную линию далее прикладываем к этой линии центральную часть передней половинки сравнивая по краям линии сидения встречную складку бантовую я делала шириной 5 сантиметров и так как она идет вот таким образом загибается соответственно ее длина должна быть 10 сантиметров соответственно откладываю 10 сантиметров и к этой точке прикладываю совмещаю по линии сидения вот этот вот остаток теперь далее в зависимости от того насколько вы хотите расклешить вот здесь вот на вытачке я разрезала не до конца то есть у меня держится я делаю вот эту вот раздвижку я сделала раздвижку примерно сантиметров семь восемь ну вот восемь сантиметров вот таким образом и вытачка у меня чуть-чуть осталось то есть все равно она осталась несмотря на то что мы вот здесь раздвинули и для того чтобы это как-то гармонично завершилась я на три сантиметра делала расклешение по боковому шву то есть от линии бедра вот от этой мы делаем такой вот плавный плавный переход и линия низа у нас получается вот такая вот соответственно продолжаем здесь вот вот здесь должна быть прямая линия потому что банковая складка заложится навстречу друг другу таким образом передняя половинка смоделирована для моделирования задней половинки делаем все то же самое предварительно намечаем линию продолжаем вытачку делаем надрезы аналогично прикладываем центральную часть делаем складку 10 сантиметров прикладываем клин и делаем раз движку на такую же ширину как на передней половинке то есть на 8 сантиметров задняя вытачка становится меньше но она сохраняется и аналогично расширяем боковой шов на три сантиметра соединяем с линии бедра линия низа брюк складка и здесь под прямым углом вырезаем и получаем вот такую выкройку брюк бантовая складка закладывается вот так вот вовнутрь на полочке и на спинке и соединяется по линии середины переда сантиметров на 15 17 сколько вам больше нравится и по линии середины спинки на 20 25 тоже на примерке вы можете измерить эти расстояния как вам будет комфортно так и застрочить аналогично на примерке отрегулировать линию сидения если туго вырезать поглубже если нормально то оставить как есть и также линию талии то есть мы добавляли по спинке 3 сантиметра если это много то подрезать но подрезать только заложенные уже застроченной бантовой складкой потому что ткань тонкая и она может провисать по линии шва соответственно выравниваем по линии талии и уже потом корректируем саму линию талии все выкройка брюк готова в следующих видео мы будем кроить и обрабатывать все технологические узлы надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал желаю вам творческих успехов до скорых встреч